всем привет вы на канале джонга school меня зовут михаил сегодня мы будем с вами разговаривать на интересные темы и соответственно разберемся зачем это все знать программисту если вы собираетесь стать примеру веб разработчиком зачем это вообще веб разработчику знать и так далее и в некоторые так скажем нюансы погрузимся как устроен компьютер да и зачем это знать программисту мы не будем погружаться в тонкости реализации всего как работает компьютере это очень большая сложная система соответственно в некоторые детали не нужно погружаться чисто ради интереса можете найти информацию там посмотреть только то же самое как работает процессор как у него работают управляющие блоки и так далее а мы разберем в общем саму систему концепцию зачем это нужно знать программисту давайте для начала мы перед тем как узнаем для чего нам это нужно вот знать как устроить компьютер из чего он состоит разберемся зачем это знать программисту вот мы решили писать программы зачем нам это знать здесь сразу набрашиваться такой ответ зачем доктор узнать как устроен человек примеру тот кто ремонтирует автомобили до механику знай как устроен автомобиль и и так далее да то есть примеру строителю знать немножечко инженерное дело да то есть почему нужно кирпич на кирпич сложить используя раствор они не что-то другое программист должен знать то устройство на котором во первых он работает а во вторых которым программирует соответственно к примеру есть если мы не говорим вот о компьютере в целом самом компьютере о просто системах примеру у нас с вами есть задача нам нужно сделать автопилот для машины тесла то есть чтобы сделать автопилот мы должны понимать как во-первых работает машина именно данная машина то есть вообще как она работает то есть какие у нее есть детали как они между собой взаимодействуют как эта машина включается выключается потому что электрокары они включаются и выключаются соответственно как устроен так скажем весь внутренний мир что внутри происходит этой машины чтобы сбросить скорость набрать скорость переключить низите либо повысить скорость как нажать на тормоза и так далее то есть нужно понимать как это работает соответственно понимать примеру ту же самую систему навигации там примеру gps или есть если есть камера как работает камера для того чтобы принимать некие данные запрограммировать примеру зрение для нашей нашего искусственного интеллекта до для нашей нейронной сети чтобы управлять данным автомобиля если вы программируете примеру пишите программу для стиральной машин вы должны понимать как работает стиральная машина чтобы ее запрограммировать вот по сути любому программисту нужно знать как устроен компьютер именно для того чтобы понимать подписать программы потому что мы в принципе пишем зачастую программисты пишут программы для компьютера то есть в том или ином роде это компьютер пример ваш смартфон это все равно компьютер у него есть такие же комплект как и у стационарного пока или у ноутбука и так далее просто архитектура другая используются другие элементы и так далее но суть в этом нужно понимать что такое операционная система как она работает понятно что не в самых там низких низких деталях но в принципе понимать зачем это нужно примеру мы ну не такие низкоуровневые какие-нибудь программисты я имею ввиду низкоуровневые что мы там приближены к железу мы пишем на языке высокого уровня в принципе на так скажем на каких то абстракциях программируем я не знаю сеть да и себе мы даже не понимаем как устроены работает эта сеть что-то внутри происходит но мы пытаемся сделать к примеру видео трансляцию то есть какой нибудь сервис с видео трансляцией и не понимаем почему у всех наших клиентов которых всего лишь 2 подключилась все на хрен лагает вот а почему так происходит потому что мы не понимаю как работает сеть мы не разобрались мы пишем будь то любую программу это может быть самая простая приложение к или а какой-то масштабная хороший большой проект для веба или проект игры понимаете то есть здесь вот любую отрасль сулься и нужно понимать как работает компьютер почему потому что у нас есть память оперативная память в которых большую большую часть храни информации хранится мы загрузили мы с ней работаем для того чтобы все это происходило быстро плавно и так далее соответственно у каждого клиента этой памяти разное количество у кого-то ее стоит 64 гигабайта у кого-то ее 2 гигабайта а у кого-то это вообще на хрен смартфон соответственно нужно понимать возможности данного устройства для для которого мы программируем чтобы он работал если мы к примеру так как мой канал посвящен вебу да так скажем разработки для веб я буду на этом в эту сторону больше ссылаться но это также относится к любой другой отрасли какой вы не возьмете то есть это может быть настольное приложение то может быть мобильное приложение это может быть могут быть игры так далее почему нам интересен данный момент именно как бы для веба по той причине что когда мы пишем какие-то бэкэнды сайты и так далее в принципе мы можем использовать и как мощные сервера так и не совсем мощные там где к примеру 1 гигабайт оперативной памяти выделен какой-то время работы нашего ядра то есть процессора я имею ввиду и так далее и вот мы написали простой скриптец который что-то бегает в базу данных что-то клиенту дает что-то вы в эту базу данных значит записывать и оказывается со временем что если на наш сайт зашло больше 100 человек наш сайт лагает он долго грузится и так далее почему так происходит потому что мы не знаем как устроен компьютер мы не учли те факторы которые нужно было учесть почему у нас не хватает 1 гигабайта оперативной памяти для обработки 100 клиентов если у нас зашло 101 клиент все лагает понимаете да почему нам нужно потом 2 3 5 6 10 гигабайт оперативной памяти но мы можем наращивать так скажем эти ресурсы но будем на каждые 100 человек 1 гигабайт хорошо будет у нас не знаю 2000 клиентов нам серверов в мире не хватит понимаете да то есть здесь нужно понимать как это все работает как это устроено для того чтобы просто писать код даже просто написать код скрипте с который будет бегать в базу примеру и что-то заносить оттуда забирать чтобы у нас все хорошо работать почему создавать примеру список на миллион записей это плохо почему так делать нельзя вот вы делаете будете тратить процессорное время и где вы будете тратить оперативную память которая не нужна если мы говорим примеру о каких-то динамических языках нам вообще с этим всем проблемы и соответственно если мы говорим о более таких серьезных языках а мы можем с этим в принципе управлять и все у нас будет хорошо хорошо но это нужно уметь вот теперь давайте такая вводная часть поговорим о самом компьютере соответственно если мы приведем примеру пример игр вот вышла игра и она у всех лагает потому что видеокарта не вывозит потому что оперативной памяти никому не хватает и так далее понимаете у всех какие-то лаги в игре это может быть и онлайн игра это может быть и просто игра или вы на мобильном устройстве скачали игру а у вас не хватает она тоже лагает вот потому что примеру на бук под молим более мощные устройства разрабатывалась вот как программист вы должны на это обращать внимание потому что я надеюсь не только чем-то самым простым занимается будете заниматься